Он маньяк, он маньяк, это точно, он убьет и повесит на дверь твою кошку. Такие слова однажды, чтобы не забыть мотивчик, пришедший ему на ум, набросал американец Деннис Маткоцкий после просмотра популярного 80-е сериала о серийном убийце. На том и застрял, и появившись на пороге своего друга, гитариста и композитора Майкла Самбелла, взмолился «Старик, еще немного, я сойду с ума, давай допишем это вместе». Они дописали песню и даже записали, но дальше дело не пошло. Ни в одном из издательств песня про маньяка, убивающего кошку, ну не приглянулась. Но вы же знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Примерно через месяц после записи Майкл услышал на студии разговор о том, что на Paramount Pictures ищут треки для нового музыкального фильма. Недолго думая, Майкл позвонил домой и попросил, чтобы жена приготовила кассету с его музыкой. Ну, надо же было ковать, пока горячо. Да только по ошибке супруга приготовила кассету с песней «Мэниак». И когда работавший на картине музыкальным продюсером Фил Рамон позвонил Майклу с вопросом, можно ли переписать текст в песне, тот даже не сразу понял, что речь о песне «Мэниак». Ну, то есть песня мелодически и звучанием своим настолько понравилась Филу, что тот рассмотрел вариант трансформации темы маньяка-котоубийцы в тему маниакально любящий танец девушки. Ведь речь шла о ставшем впоследствии невероятно знаменитом фильме «Флэшдэнс». Однозначно, ни Майкл Самбелло, ни Деннис Матхотский спорить не стали. Текст был переписан. Песня стала одним из главных треков легендарного фильма Эдриана Лейна. О, как круто танцевала под нее Дженнифер Биллз. Более того, песню «Мэниак» даже выдвинули на «Оскар», как саундтрек года. Но в последний момент кто-то из обиженных издателей раздул скандал, заявив, что слышал эту песню до съемок фильма с другим текстом. А по правилам номинирования на «Оскар» песня должна быть написана специально для фильма. Поэтому «Оскар» достался другой песне из «Флэшдэнс». «What a feeling» в исполнении Айрин Карра. И, разумеется, о ней я вам тоже скоро расскажу на канале «Откуда ноты растут». Вы не раз слышали, что жизнь Творца – это сплошная череда взлетов и падений. Иногда под словом «падение» подразумевается не только цепь неудач, а и падение вполне реальное. И вот дальше давайте просто представим себе сумму обстоятельств. После нескольких лет достаточно успешного сотрудничества в 1978 году «Маттаун Рекордс» разрывает контракт с авторским дуэтом Дино Фикариса и Фредди Перрена. А распущенный о них слух, закрепивший за авторами статус скандалистов, не позволяет им найти новых клиентов. Сидя без работы и без денег, в прямом смысле слова, в состоянии жуткой депрессии, парни делают наброски нескольких песен. В этот же момент во время концерта 35-летняя Глория Гейнер, выполняя вместе с кардебалетом «Танцевальная па», налетает на монитор у края сцены и падает, серьезно повредив спину. Паралич тела ниже таза, несколько сложных операций с неутешительными прогнозами, да еще и за время лечения ее менеджер убегает практически со всеми ее деньгами. В общем, в момент, когда судьба собирается свести эту троицу вместе, все они отзываются на кличку «Счастливчик». После выписки из клиники на инвалидной коляске финансовое состояние Глории Гейнер позволяет ей лишь для записи какого-нибудь не самого модного кавера привлечь к работе самого недорогого аранжировщика. Им и оказался никому не нужный на тот момент Фредди Перрен. И вот, дописывая кавер-версию песни «Собститил» группы Клауд, Глория, которой понравилась, как работает Перрен, поинтересовалась, а нет ли у него на примете какой-нибудь, как и он, недорогой, но жизнеутверждающей песни для второй стороны сингла. Одновременно с ним, в соседней аппаратной, другому артисту свою песню пытался предлагать Дина Фикарис, о чем знал Фредди. Он тут же бежит к Дине и просит текст песни «Я выживу, я буду жить», которую они набросали за неделю до того. Ковать же надо пока горячо, но оказывается, что у Дина песни с собой нет. Тогда тут же, буквально на коленках, они дописывают песню заново и показывают Глории. Разумеется, всем троим побитым жизнью песня, в которой описывается состояние брошенной, но очень стойкой девушки, отозвалась такой эмоцией, что, позабыв о кавере, который они записывали изначально всего за три студийных дня работы с оркестром и записи вокала на свет, появилась без преувеличения самая живучая песня всех времен и народов. И уверяю вас, на каком бы танцполе я ни играл свои диджей-сеты, а без «I will survive» не обошлось ни разу. Потому что любому, даже самому стойкому человеку, иногда просто необходим этот мягкий пендель, указывающий единственный верный путь из бездны отчаяния наверх. Когда звучит выражение «реальный пацан», лично у меня в памяти всплывает парнище, с которым мы познакомились на BBC Radio. Джон Ньюман родился в городке Сэттл в графстве Уэст-Йоркшир. Учитывая наследственность, он должен был очень плохо кончить. Отец, любивший выпить, постоянно бил и его, и брата, и мать. Отчего-то однажды ночью, собрав сыновей в охапку, ушла, чуть ли не в чем была. Однако от ген не убежишь. Подростком Джон попал в дурную компанию. В полицейском управлении его знали, как облупленного. Мелкие кражи из магазинов, вскрытые выпотрошенные машины, алкоголь и не только алкоголь. И если бы не смерть близких друзей в автокатастрофе, неизвестно, говорили бы мы с вами сейчас о нем. Чтобы он хоть как-то контролируемо мог выплескивать агрессию, мать отдала его в команду регби, где Джону поручили неплохое будущее. Но однажды кто-то на тренировку принес гитару. И после очередной битвы на стадионе, Джону в раздевалке показали заветные три аккорда на гитаре. Пацана затянуло! К великому сожалению тренера, Джон открыл в себе способность писать недурные стихи и песни, и он твердо решил стать музыкантом. Поэтому, когда ему исполнилось 20, Джон перебрался в Лондон, где шансы воплотить мечту были несравнимо выше. В Лондоне Ньюман сколотил свой первый бенд. Они выступали в маленьких клубах на окраинах, в метро, на улице. И однажды, когда им удалось застолбить время у знаменитого фонтана на Пикадилле, их услышал продюсер из Island Records. Горластый, хрипатый, почти двухметровый блондин, мы с ним одного роста, распевавший очень мелодичные песни, но просто не мог не привлечь к себе внимания. Его песни появились в альбомах модных музыкантов. Он работал днями и ночами. И 17 мая 2013 года эфиры английских радиостанций разорвал этот вопль. В день, когда это случилось, Джон взял первый выходной за три года, чтобы закончить строительство сарая для инструментов у своего дома в пригороде Лондона. Первый сольный сингл Джона Ньюмана «Love Me Again» по результатам продаж стал платиновым почти во всех странах мира. Уже через год песня попала в фильм «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант. В игру FIFA 14 и еще в кучу других сериалов и телепроектов. Примерно с 2016 года Джон Ньюман перестал активно тусоваться. Еще в 2012 у него диагностировали опухоль головного мозга. Он не заостряет на этом внимании окружающих, но лишний раз на публике не появляется. Искренне желаем Джону Ньюману полного выздоровления. Ждем новых суперхитов и слушаем все то, что этот бешеный англичанин уже натворил. Субтитры создавал DimaTorzok